Белоснежная ротонда украсила новую часть парка 50-летия советской власти. По задумке дизайнеров, композиция должна стать новым местом притяжения для романтических свиданий и фотосессий, особенно молодоженов. Как в целом продвигаются строительные работы в парке, в сюжете нашего корреспондента. Новая часть парка 50-летия советской власти будет кардинально отличаться от старой. Это видно уже сейчас. Установленная ротонда тому подтверждение. Белые колонны на берегу пруда в форме восьмерки или, если хотите, знака бесконечности, станет лучшим местом для красивых фотосессий, свиданий и просто прогулок. Кстати, пруд, поверхность водной глади которого составит 8 тысяч квадратных метров, заканчивают выстилать мембраной. Технология в целом-то стандартная. Нижний слой защитный, пленка вода, поверх пленки текстиль защитный, поверх текстиля песок и сверху щебень. Конструкция прочная, пленка не тоненькая, 1,2 мм. Обещанная владельцем собак площадка также монтируется. Она станет официальным местом для выгула и дрессировки животных. В нашем городе нет мест для выгула собак. На газонах нельзя, в парках тоже нельзя, да. Но вот это вот прекрасное начинание, замечательная площадка. Собачники смогут между собой общаться, находить друзей, находить новые знакомства. Собаки будут между собой контактировать, социализироваться. Но, конечно, это не снимает ответственность владельцев собак. То есть это не значит, что мы пришли на площадку, спустили, и там они начали между собой бегать, может быть, грызться и вести себя агрессивно. Нужно по-прежнему проявлять ответственность. Строительные работы ведутся сегодня на всей огромной новой части парка. Открытие этой территории планируется уже в этом году. Ольга Килешина, Юрий Иринчук, Елена Петрова, Александр Симонов. Наши новости.